Друзья, всем привет! С вами компания RDM Import. Вы смотрите первое видео авторынок и сегодня в обзоре. Несмотря на то, что это седан, багажник действительно большой и в проем, кстати говоря, широкий. Машина отодвинет вас от рулевого колеса и пододвинет обратно, когда вы закроете дверь. Что касается самого заднего дивана, он тоже жестковат. Максимальная скорость 200 и 195 км в час соответственно, что в целом будет достаточно для большинства водителей. Какие варианты можно рассмотреть, если вы ищете для себя седан экономичный, с хорошим набором опций, достаточно свежий, 4-5-летний и при этом еще и недорогой в содержании? Посмотрите на корейский автопром, а конкретнее на Kia Cerato 4-й генерации. Четвертое поколение Kia Cerato появилось в 2018 году. Этот автомобиль выпускается по сей день, уже в рестайлинговой версии после 2022 года. На российский рынок эти машины предлагались с одним из двух вариантов мотора. 1,6 литра на 128 лошадиных сил в сочетании с шестиступенчатым автоматом, либо с такой же шестиступенчатой механической КПП, либо вариант с двумя литрами 150 лошадиных сил и безальтернативно автомат. Сегодня у нас на обзоре автомобиль 2019 года выпуска в максимальной комплектации GT Line Plus на полностью кожаном салоне. Здесь двухлитровый мотор, 150 лошадиных сил, коробка автомат, ну а привод у всех Cerato только на переднюю ось. Четвертый Cerato это отнюдь не маленький автомобиль. Длина кузова здесь 4 метра 64 сантиметра, ширина 1,80 метра, а высота 1,46 метра. При этом колесная база составляет 2 метра 70. Вполне пристойный показатель. Автомобиль довольно маневренный, радиус разворота здесь 5,3 метра и это немного. А снаряженная масса 1255 килограмм. Максимально разрешенная 1 тонна 720 килограмм. Что касается толщины лакокрасочного покрытия, то по заводу Cerato 4 генерации окрашен вполне стандартным привычным слоем. Разброс показаний толщиномера для элементов в родной краске здесь колеблется от 95-97 до 115-125 микрон. Скола и царапина для лакокрасочного покрытия этого автомобиля дело обыденное, особенно если автомобиль часто ездит по трассе. А вот гнить эти повреждения здесь не торопятся. Кузов имеет хороший слой оцинковки. И встретить гнилой четвертый Cerato, по крайней мере, пока задача довольно нетривиальная. По невыясненным причинам, несмотря на то, что производитель все же поставил в эту машину довольно большое количество разного рода опций, включая, например, электропривод водительского сидения и даже дооснастил его памятью, поставить сюда отдельную кнопку открывания электрозамка багажника, видимо, не дала религия. Поэтому попасть в багажное отделение Cerato 4 можно либо при помощи рычага в салоне, либо при помощи кнопки на ключе-брелке. Объем багажника по каталогу 502 литра. Вооружимся рулеткой и посмотрим, сколько это в линейных размерах. Если вам нужно перевести здесь какой-то длинный груз, автомобиль позволит вам это сделать. Для этого вам придется сложить спинку заднего сидения. Отпускаете защелки из багажника и затем идете вручную складывать спинки. Ровного пола вы, конечно, не получите. Ступенька будет сантиметров 10-12, но при этом вы сможете увезти здесь нечто длиной до 1,85 метра. Это до передних сидений. Ну а если речь идет про какой-то узкий и длинный груз наподобие плинтуса, то, уперев его в переднюю панель, ввезите здесь нечто длиной до 2,85 метра. Несмотря на то, что это седан, багажник действительно большой и проем, кстати говоря, широкий. Верхняя часть 110 сантиметров. Высота от фальшпола до задней полки 55 сантиметров. Наименьшая ширина багажного отделения 105 сантиметров. А длина по полу 108. Что касается дополнительных удобств, в багажнике этого седана вы их вообще не обнаружите. Ни дополнительных отсеков, ни полочек, ничего подобного. Под фальшполом скрывается полноразмерное запасное колесо, а внутри него пенопластовая емкость, где располагается штатный инструмент. Домкрат, баллонник, вороток, буксировочная петля и даже отвертка с гаечным ключом. Ну а теперь впечатления от интерьера четвертого Церрата. Первый момент. Если вы хоть раз имели дело с современными моделями Kia, то здесь все покажется вам знакомо. Это относится и к клавишам, и к монитору посередине панели, и даже к таким моментам, как приборная панель или панель климат-контроля. Все это так или иначе уже где-то было. Что касается материалов, верхняя часть дверной карты здесь выполнена из мягкого пластика, верхняя часть панели условно тоже. А вот снизу уже начинается экономия. Зато сидение здесь очень удачное. Полностью кожаный салон с отличной боковой поддержкой, как на подушке, так и на спинке сидения тоже. Водительское кресло имеет электрические регулировки, плюс память на два положения. А диапазон регулировок настолько большой, что если я при росте метра 86 отодвинусь до упора назад, я спокойно выпрямляю левую ногу в колени, и при этом не дотягиваюсь носком до моторного щита. Также рулевая колонка, хоть и механическая, но регулируется в большом диапазоне. Это касается и регулировки по вылету, и регулировки по наклону, поэтому с подбором оптимальной посадки здесь не будет проблем даже у водителей высокого роста. Приборная панель в этом автомобиле не цифровая. Здесь аналоговые приборы, причем все. Это касается и спидометра, и тахометра, и указателя температуры двигателя, который здесь имеет оцифровку. То есть вы видите по факту температуру, которая имеет охлаждающую жидкость, и указатель уровня топлива. Все это обычные стрелочные приборы. Пользоваться приборкой удобно, шрифты читаемые, подсветка глаз не раздражает. Посредине большой дисплей бортового компьютера. Внизу блок сигнальных ламп. Само рулевое колесо здесь небольшого диаметра, эргономичной формы, имеет кожаную отделку и снабжено подогревом. Весьма удобный на самом деле руль, со скошенной нижней частью. Опора под локти тоже присутствует. Мягкий подлокотник на дверной карте и крышка центрального бокса, которая здесь отделана чем-то напоминающим кожу. Что касается разного рода клавиш и кнопочек, стандартный блок стеклоподъемников на дверной карте. Здесь же центральный замок управления зеркалами. Наверху рядом с ручкой открывания двери, память сидений. Кстати, здесь реализована функция вежливого входа-выхода из автомобиля. Машина отодвинет вас от рулевого колеса и пододвинет обратно, когда вы закроете дверь на вашу прошлую регулировку. Очень удобно. Слева от руля блок вспомогательных клавиш. Здесь корректор фар. Он, кстати, механический управление уровнем яркости подсветки приборов. Здесь же кнопка включения-выключения системы BSM. Это мониторинг слепых зон, стабилизация и калибровка датчика давления в шинах. Подрулевые переключатели удобные, располагаются на своих местах. Они фиксируемые и пользоваться всем этим можно без проблем, не снимая рук с руля. Присутствуют лепестки для смены передач в ручном режиме. Левая сторона рулевого колеса отдана под клавиши управления мультимедийной системой и телефоном, подключаемым по Bluetooth, а справа круиз-контроль и меню бортового компьютера. Основная часть взаимодействия с автомобилем, его мультимедийной системой, проходит здесь при помощи сенсорного дисплея. Автомобиль оснащен системой навигации и камерами заднего вида, причем с динамической разметкой, которая показывает вам траекторию движения автомобиля. Панель управления климатом очень информативна, пользоваться удобно. Дисплейчик простой, типа калькулятор. Регулировка температуры в левой и правой зоне осуществляется при помощи поворотных рукояток. Есть авторежим, а внизу клавиши управления оборотами вентилятора и разного рода режимами, включая отпотевание стекла, включение обогрева заднего стекла и режимом рециркуляции. Клавиши тактильно различимы, и пользоваться всем этим можно от дороги, не отвлекаясь. Внизу располагается полочка, она же беспроводная зарядка для телефона, еще ниже 12-вольтовая розетка, два USB разъема и AUX выход. Рядом с селектором коробки передач, который здесь представляет собой классический вариант с кнопкой блокировки, присутствуют клавиши включения подогрева в передних сидений, три режима мощности, подогрев руля, парктроники и переключение режима движения автомобиля. Экономичный, нормальный, спортивный. Стояночный тормоз тут без выкрутасов, самый обычный механический ручник. Что касается бородачков, подстаканников и прочих моментов, большая полочка присутствует у нас перед селектором коробки, два подстаканника в центральном тоннеле рядом со стояночным тормозом, на потолке есть футляр для очков, в дверных картах кармашки, правда здесь они не очень объемные и крупные бутылки или стаканы вы сюда вряд ли пристроите, и основной перчаточный ящик, который позволяет вам размещать документы формата А4, не сворачивая все это в рулоны. Что касается обзорности, то в этом плане Царата 4 больше напоминает спортивное купе, нежели четырехдверный полноценный седан. Здесь очень узкие боковые окна, высокая линия остекления и высокая передняя панель. Капот в этом автомобиле вы практически не видите, но разве что максимально задерете сидение вверх, уперевшись головой в потолок. Кстати, при нормальной посадке запас пространства над головой весьма неплохой. Боковые зеркала, несмотря на то, что они очень узенькие, имеют зону с преломлением сбоку, плюс лампочки, которые сигналят вам о наличии автомобиля в слепой зоне. Ну а с парковкой задним ходом выручает камера. Что касается заднего сидения этого автомобиля, если у вас, рослые водители, вы планируете эксплуатировать эту машину, катаясь на заднем диване, лучше передумайте. При росте 1,86 м, садясь сам за собой, я упираюсь коленями в переднее сидение. Контакт этот малоприятный, поскольку спинка жесткая, пластиковая. Что касается самого заднего дивана, он тоже жестковат, но если у передних пассажиров жесткость компенсируется наличием боковой поддержки и общим спортивным впечатлением от кресла, то задний диван просто жесткий, без всяких дополнений. Естественно, здесь не регулируется угол наклона спинки, и сидишь довольно-таки вертикально. Отсутствие тоннеля на полу и плоская центральная часть намекают, что здесь должно быть удобно втроем, но если только эти трое сидаков не слишком широкоплечие. При этом запас пространства над головой минимальный, хотя он и присутствует. Опора под локти есть в виде подлокотника на дверной карте и в виде центрального подлокотника, который можно открыть из середины спинки. Здесь у вас два подстаканника, плюс задним пассажирам полагаются собственные дефлекторы. Вентиляция и подогрев сидения, причем в двух режимах. А вот с местами для хранения беда, это либо сетчатый кармашек на спинке сидения, либо очень-очень маленькая ниша внизу дверной карты, куда можно пристроить разве что небольшую бутылочку или даже скорее банку с напитком. Но не более того. Добавить остается, пожалуй, только момент, связанный с тем, что если у вас высокий рост и длинные ноги, бедро будет висеть в воздухе без опора на подушку сидения, а место под передним сидением для ваших ступней есть, но впритык. А вот людям ростом ниже среднего на заднем сидении этого автомобиля может быть вполне достаточно места. Ну а теперь о подкапотном пространстве, конкретно о моторах. Младший двигатель в линейке – это 1,6 литра, 128 лошадиных сил и 155 ньютон-метров крутящего момента. С таким мотором Cerato четвертого поколения разгоняется до сотни за 10,6 секунды с механической коробкой и за 11,6 с автоматической. Максимальная скорость 200 и 195 км в час соответственно, но что в целом будет достаточно для большинства водителей. Этот мотор носит индекс G4FG. Рядная четверка с алюминиевым блоком и двумя верхними распредвалами. Ее же можно обнаружить под капотом кроссовера Hyundai Creta или в Solaris Rio. И это надежный мотор, полученный на базе предшественника G4FC, в отличие от которого новому двигателю добавили фазовращатель на второй распредвал, заменили пластинчатую цепь на роликовую с 2014 года и поставили коллектор с заслонками. Также маслонасос у этого мотора теперь находится в передней крышке. Что касается надежности, G4FG это очень надежный ресурсный агрегат, которому под силу проехать и 400 тысяч. Плюс многочисленные Solaris из служб такси соврать не дадут. Самое главное, чтобы раньше этого срока мотор не приговорил раскрошившийся каталитический нейтрализатор. Что касается задиров, то двигатели 1.6, как правило, ими не страдают. Регулярное обслуживание и нормальный бензин. В принципе, все, что необходимо. Но если вы хотите больше динамики, хотя в данном случае разница между 1.6 и 2.0 в цифрах не особо ощутимая, то ваш выбор G4NA. Это двухлитровый агрегат, тоже с двумя распредвалами, с фазовращателями, с виз-коллектором переменной геометрии, тоже с цепным ГРМ, но в отличие от 1.6 он имеет гидрокомпенсаторы. И заниматься регулировкой клапанных зазоров на двухлитровом моторе вам уже не придется. Мощность 150 лошадиных сил, крутящий момент 192 ньютона метра. Разгон до сотни 9.8, максималка чуть-чуть за 200. В целом же, после 2017 года G4NA получил приемлемые показатели надежности, поскольку компания начала устанавливать сюда маслофорсунки для охлаждения поршней, что отодвинуло проблему с задирами на второй план. Здесь они встречаются гораздо реже, чем на старых версиях мотора. Основные опасности, которые грозят этому мотору, те же, что и с 1.6. Раскрошившийся каталитический нейтрализатор, а также мотор крайне негативно относится к перегреву. Если хорошенько его вскипятить, можно получить и эллипс гильз в цилиндрах. При нормальном обслуживании этот двигатель также отъездит за 300 тысяч километров плюс. Что касается автоматической трансмиссии А6МФ1, которая сочетается с этим мотором, то это классический гидромеханический шестиступенчатый автомат с ресурсом около 280-300 тысяч километров пробега. Коробка рассчитана на 235 ньютонометров крутящего момента, который на этом автомобиле вы ни с одним из моторов, естественно, не получите. То есть запас прочности хороший. Единственная рекомендация – меняйте масло почаще 50 тысяч километров – нормальный интервал. В противном случае вы имеете все шансы доездиться до отказавшего гидроблока, который банально забьет продуктами износа. Значение дорожного просвета для этого автомобиля по каталогу 150 миллиметров. Вооружимся рулеткой и проверим, так ли это. И нет, не так. Низшая точка здесь находится под пластиковой грязезащитой моторного отсека 14 сантиметров от асфальта. Край переднего бампера в районе 17 сантиметров, но сам передний свес очень длинный, хотя нижняя часть и выполнена из пластика, то есть ее в случае чего можно безболезненно подкрасить. Расстояние до отбортовки порога за передним колесом 16 сантиметров. В задней части 19. И расстояние от асфальта до заднего бампера 24 сантиметра в нижней точке. Ниже этой отметки свисает, причем ненамного, только буксировочная петля по центру автомобиля. А вот глушитель здесь аккуратно подобран в габарит бампера. Так что если нужно припарковаться к высокому поребрику, паркуйтесь задним ходом. Помните, что при довольно большой колесной базе у этого автомобиля стандартный легковой клиренс, поэтому дважды подумайте, прежде чем ехать на дачу по некондиционной дороге. Ну а теперь про ходовую часть. И здесь абсолютно без сюрпризов. Спереди предсказуемо Макферсон. Шаровые опоры в рычагах по старой кариньской традиции меняются отдельно. Они на болтовом соединении, и это очень даже хорошо. А вот стабилизатор поперечной устойчивости здесь разместили на подрамнике сверху. И таким образом, что получить доступ к его укреплениям, не демонтировав сам подрамник, довольно проблематично. Рулевая рейка у Церрата естественно электрическая. Никаких шлангов, насосов, гуру и так далее здесь нет. Что опять же положительно сказывается на надежности. Да и отметить какие-то слабые места в подвеске этих пока довольно свежих автомобилей проблематично. Разве что стойки стабилизатора могут попроситься на замену на пробегах около 50 тысяч. Что касается антикоррозийной обработки этого автомобиля, то здесь мы наблюдаем некоторое количество антикора на открытых участках кузова. Таких как например лонжероны. Но большая часть днища Церрата 4 закрыта либо пластиковыми защитными экранами, либо термозащитой. В задней части автомобиля мы видим топливный бак. Его объем небольшой, всего 50 литров. Бак стальной, но с завода обработан антикором. Правда никакой дополнительной защиты на нем нет. А вот задняя подвеска этого автомобиля это больше про надежность, а не про управляемость. Здесь самая простая балка, соответственно у нас два сайленблока и втулки на амортизаторах. Больше выходить из строя здесь по факту нечему. Кстати сами амортизаторы здесь установлены отдельно от пружины. Спасибо, что задние тормоза тут дисковые. Еще один плюс, что стояночный тормоз воздействует на основной суппорт, а не на маленькие колодочки внутри барабана. Подобная схема имеет гораздо меньше шансов примерзнуть зимой при постановке автомобиля на ручник. Что касается антикоррозийной защиты, то здесь мы видим следы заводского антикора на тазике багажника. А вот над самой задней подвеской дополнительной защиты на металле кузова практически нет. На этом наш обзор подошел к концу. Надеемся у вас сложилось общее впечатление о том, что представляет собой Kia Cerato 4 генерации. Если заинтересовала конкретная машина, которая была сегодня у нас на подъемнике, телефон для связи вы видите на экране. Звоните, пишите, задавайте вопросы, в том числе и про актуальную стоимость авто. Если обзор понравился и оказался полезен, не забывайте поставить лайк и подписаться на канал. Спасибо за просмотр и до новых встреч. Пока!